Жить нужно так, чтобы бывшие боялись тебя вернуть, а мы еще не избавились, но уже боимся. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Не хочу, друзья, сеять панику, но, по-моему, в новом году лучше не стало. Буквально с первых дней мы вспомнили, что живем в России. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу. Да-да-да-да, именно в этой России, в которой... На Новый год сколько планируете потратить денег? Нету денег. Вообще? Вообще нету. Ни на селедку, ни на шубу. Вообще на все мы будем экономить уже, потому что мы много денег потратили, да? Потратил уже все, что можно. Даже кредитку уже обнулил. На этой неделе единоросс Светлана Бессараб заявила, что россияне не достойны пособий по безработице. Депутат считает, что это не популярная мера и не приводит ни к чему положительному, кроме распространения лени. Ну, типа человек такой, меня сократили, а посижу-ка я дома. Мне ведь государство за это еще и минималку выдаст. А минималка в этом году, это же еще плюс целая тысяча к бюджету. Тут тебе и на коммуналку хватит, и на садик, а возможно даже и на продукты останется. Причиной такой инициативы Бессараб назвала волнение со стороны работающих граждан. Типа не готовы они содержать людей, которые не хотят работать в Швейцарии. Да-да-да-да, вы не ослышались, речь идет о Швейцарии. И это там местное население не готово оплачивать своих неработающих сограждан. А почему? Да потому что там мрот самый высокий в мире, 25 долларов в час. Умножьте их на 8-часовой рабочий день, и в рублях вы получите сумму, которую сегодня не достигает даже месячный российский мрот. Почувствовали разницу? Один день в Швейцарии равен месяцу в России. Месяц в России равен одному дню в Швейцарии. При этом Бессараб добавила, что лучше эти деньги пустить в материнский капитал, детские пособия и в качестве помощи другим уязвленным слоям населения. Почему потерю работы с женщиной, которая, например, одна воспитывает два их детей, вспоминаем прошлый выпуск с Яндекс.Едой, депутат не считает уязвлением, лично мне непонятно. Ведь очевидно, что если человек встал на биржу, значит он уже на грани какой-то пропасти и подталкивать его к краю вот такими инициативами, ну такое себе удовольствие. Лично мне с моей зарплаты налогов на безработных не жаль. Я бы вот только ограничила транзит денег в одну сторону, в ту, с которой кормится Госдума. Ну потому что, похоже, на них мои деньги, ну как-то неправильно влияют. Я им зарплату, они мне повышение цен. Я им снова зарплату, они мне новые штрафы. Так может уже не будем стесняться и введем налог на безработицу, особенно для тех, кому подняли пенсионный возраст. А че, нормально, Иван да Марья выживут? После переходного пенсионного периода девочке стукнет 59, мальчику 64. Ребята, вы еще в самом рассвете сил. А Россию, между прочим, ждут трудные времена с прибытием мигрантов. Так что меняем маски на каски и вперед осваивать стройки. Потому что пенсия еще не светит, а мрот может перестать светить благодаря Бессараб. Ведь если ты единоросс, то для тебя нет ничего невозможного. Мало не покажется, Россию ждет очередная волна заболеваемости сразу после новогодних праздников. Об этом СМИ сообщил эксперт-врач-терапевт Константин Хаманов. Боже мой, не может быть. Мы уже и сами все поняли, когда смотрели видео с рвущимися на Красную площадь горожанами. Я одного не понимаю, а вы чего ожидали? Но предсказуемо же было, что большинство гостей города поспешат в центр столицы. Это вроде как традиция. И ваша эта эпидемиологическая обстановка от закрытия доступа, на мой взгляд, только ухудшилась. Да потому что люди, ну, просто не собирались покидать место дислокации. Видимо, раздавать патриотизм этой ночью собирались именно на Красной площади. И за это я никого не виню. Я другого не понимаю. Каждый год Собянин рассказывает нам, что встречает Новый год с телефоном в руках. Ну, типа на случай ЧП. Тогда у меня вопрос. А вот эта собравшаяся толпа, это не ЧП? И что для московских чиновников приоритетнее? Открыть площадь и минимизировать заболеваемость? Или стойко сдерживать толпу и наблюдать, как накатывает очередная волна? Да нет, не недовольство, а нового вируса. А, или вы надеетесь на новую анонсированную разработку Ростеха? Ну, на ту самую, которая должна стать единой вакциной от всех штаммов и гриппа. Результат своих разработок госкорпорация обещала представить уже в этом году. Сейчас ведутся испытания для безопасности и эффективности, заявил глава компании Чемизов. Вакцина будет однокомпонентной и зарегистрировать ее Ростех собирается в начале этого года. Помимо него разработку универсальной вакцины ведут еще несколько российских учреждений. Но, по-моему, все это зря, потому что все самое гениальное всегда самое простое. Иммунолог Зоя Скорпелева, например, на днях раскрыла секрет здоровых легких. Дыхание паров спирта, алкоголь, там определенная концентрация, как бы, да, оно убивает вирус и не дает ему проникать, как бы, внутриклеток. Вот так вот. И при заболевании, значит, если проводить ингаляцию, как бы, да, парами спирта, но в самом небольшом количестве, непрозавательное время, то самое через нипулайзер, то снижался процент поражения легких. Друзья, а ведь если вспомнить традицию распития большинством россиян алкогольных напитков, то это именно так и происходит. Вдохнул, выпил, выдохнул, закусил. Ребята, короче, бухаю за вас, давайте, от души. А если к совету Зои добавить прыти вице-мэра Новосибирска Терешковой, то водочка до закаливания. Но имейте в виду, я не пропагандирую ни то, ни другое. Красотища. Ох, хорошо. Друзья, так это что же получается? После новогодних, вопреки ожидающейся новой волне, все мы с вами останемся здоровыми? Так это же просто праздник какой-то. Тем более, что другой вирусолог Петр Чумаков ранее заявлял, что омикрон это спасение для России и мира. Потому как именно этот штамп, по его словам, изобретен искусственно и именно для прекращения пандемии. Его действие сводится к выражению довольно слабых симптомов вируса, зато дает стойкий иммунитет. Не буду говорить о разгроме вакцинации, в случае, если все сказанное является действительностью, но, по-моему, мы в шаге и от выздоровления, и от конца нагибелого. Вы смотрите Вести Без Киселева на канале Реальная Журналистика. А у нас на Ермак Медиа уже вышел второй выпуск новостей, из которого вы узнаете, за что у россиян собираются отбирать гражданство, по каким признакам принимают в патриоты, для чего российским детям подарили пустые коробки и почему Жириновский так не любит четырехлетних девочек. Обо всем об этом и многом другом только на канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, в комментариях пообщаемся лично. С Новым годом, с новыми секретами. С 1 января наступившего года государственные закупки силовиков стали для нас тайной. Об этом силовые ведомства просили правительство весь ушедший год. Но не ради себя просили, а под предлогом безопасности. Просто не должны мы, простые смертные, знать, что ФСО закупает 6 тысяч пар женских колготок телесного цвета, потратив на это более миллиона рублей. Не должны были знать и о 20 швабрах, заказанных в СИН. А сковородки за 5 миллионов рублей, купленные для нужд МВД, так и вовсе остались самым непонятным приобретением. Видимо, ими полиция собиралась отбивать пластиковые стаканчики. Но слава богу, до этого не дошло. И конечно же хочется умолчать, но я скажу, что служба внешней разведки посчитала, что их работа просто обязана быть поощрена подпиской на Playboy, Speedinfo и журнал «Мой маленький пони». Видимо, для наших ведомств это основной источник информации. Шутить на тему швабр не буду, тут и «маленький пони», и «плейбой» уже наводят на определенные мысли. Так вот, чтобы впредь подобного не происходило, теперь все закупки Минобороны, СВР, ФСО и ФСБ будут засекречены. А почему? Правильно, теперь это государственная тайна. И не вздумайте предположить, что все содеянное сможет повысить коррупционную составляющую. Это точно не про Россию. Но это не точно. Предложение, от которого не отказываются. В последние дни ушедшего года депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников. Правильно, Хамзаев, одобряю. А то они вместе с семьей и деньгами уже и все секреты вывезли. Поэтому им запретить въезд за рубеж насовсем. А взамен предложить коллегам освоить внутренний туризм. Что, кстати, инициатор идеи и сделал. Во-первых, для того, чтобы начать его развитие. Во-вторых, чтобы понять проблемы, с которыми сталкиваются российские туристы. Ведь, по мнению Хамзаева, внутренние возможности страны просто безграничны. А подтянуть слабые сервисы и унять высокие цены должны именно чиновники. Отдых для наших горожан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее. Закончил свою речь Хамзаев. Коллеги по Госдуме инициативу восприняли позитивно. А после, покивав гривами, отправились за рубеж. Ну, тут как бы все просто. Новый год, семейный праздник. И как же можно остаться в России, когда вся семья в ненавистной Европе? Слушайте, ведь за этой инициативой может последовать еще одна. Запрет двойного гражданства, например. А то, знаете ли, любят они громко кричать о патриотизме, когда у самих рыльцев пушком. Вспомнить хотя бы ту же Матвиенко. Не так давно она пыталась убедить нас, что свое родное это и лучше, и дешевле. Подарите ребенку российскую игрушку, сводите на отечественный мультик, потому что российская значит хорошая. Закончила свою мысль Матвиенко и подарила своему сыночку незабываемые каникулы в Швейцарии. Ну да, ну да, мы же все прекрасно понимаем. Это для нашего же блага. Ну просто должны же чиновники и их дети знать врага изнутри. Так его легче и поймать, и обезвредить. А в России здесь все свои, здесь и опасаться нечего и следить не за кем. Так что, друзья, мотаем на уз фантазии. Нас везут в Дубае, а бюджет шепчет «Останься дома». И на этой оптимистичной ноте я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Рада, что каждый из вас вышел из новогодних праздников отдохнувшим и трезвым. Потому как впереди у нас еще один нелегкий год. Но по традиции мы и потерпим, и пояса потуже завяжем. Не отлучайтесь надолго. Увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.